Нашумевший отечественный фильм «Викинг» уже выходит из кинопроката. Но мало кто знает, что в его создании непосредственное участие принимал Ивановец Сергей Лебеков. Член местного союза художников создал сотни эскизов, декораций, реквизита, интерьеров, киноленты. Сейчас Сергей Лебеков большую часть времени проводит в Москве. Мы вышли с ним на связь через скайп и попросили рассказать о работе над «Викингом». Все начиналось с одной идеи – снять историю про князя Владимира и крещение Руси. Сценария не было, была только идея. А для того, чтобы и сценарий писать, и понимать, что, о чем это вообще, как это все происходит, нужно было кино начать рисовать, потому что ничего нету. Обычно как? Историческое кино находят какие-то крепости, хоть какие-то церкви, что-то, что-либо есть, к чему можно привязаться. То в X веке ничего не осталось. Художнику пришлось работать с нуля. Вот с таких вот набросков, или, как говорит Сергей Почеркушек, начинался «Викинг». Я своими руками создавал мир, чтобы режиссер уже увидел, да, увидел этот мир и от чего отталкиваться. Вот надо было просто рисовать. Мы даже не конкретно рисовали. Мы где-то какие-то там река, по которой плывут, например, корабли, какой-то городишко стоит. Вот сначала даже не конкретно, там, викинги, как они могут из себя, что представлять, какие одежды, как это. Причем мы не хотели, вот сразу была установка, не делать музей. Вот сам по себе, потому что музей для зрителей это немножко скучновато. Опираясь на данные исторических источников, раскопов, литературу, Сергей Лебеков начал создавать мир жителей Киевской Руси, начиная от домов и заканчивая оружием, а также мельчайшими элементами одежды. То есть, получается, вы изучили, нарисовали, и потом это обошло фильм, то есть топоры и мечи, они фильмы такие, как вы нарисовали? Весь военный костюм – это мой. Весь, полностью, вот полностью от начала до конца, все герои военного костюма – это мои концепты. В ходе работы над кинолентой было отснято огромное количество материала. В готовый фильм вошла только половина. Резали по-живому, что даже половина непонятно, да? Вот драматургические. Но это половина просто из-за того, что выведено. Ну, времени не хватало впихнуть вот эту историю. В кино Сергей Лебеков 1983 года. Сначала занимался анимацией, потом игровым кино. В списке фильмов, в котором художник имеет непосредственное отношение – «Турецкий гамбит», «Экипаж», «Гибель империи». Много лет он занимается концепт-артом, создает визуальный образ кинокартины прежде, чем ее начнут снимать. Коллеги по Союзу художников сетуют, что работа над кинолентой поглотила автора практически полностью. Сейчас он больше занимается в кино. Хотя, по сути своей, как он говорит, живописец. Очень ему нравится заниматься чистой живописью. Но работа есть работа. Участник проектов, известных нам. А появился он у нас лет, наверное, 10 назад. Насколько я понимаю, у него супруга из Иваново. И он, значит, очутился здесь и перевелся, то есть встал на учет у нас в организации Союз художников России областной. И сделал 10 лет назад, по-моему, персональную выставку свою. Сергей Алибеков мечтает, что когда-нибудь в Иванове удастся сделать очередную свою выставку. Но уже по мотивам викинга. Все то время, что он работал над концептами для картины. А это почти 7 лет. Он практически нигде не выставлялся.